ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ну, у нас, в нашем часовом поясе это день Да, это точно Так, ну что, к нам кто-то А, у Лены собеседование Ну, мы что-то ее не предупредили, что Ну и хорошо Правильно, пусть работает У нее не как у тебя Пусть собеседует Так, ну что, рассказывай, как у тебя боевой настрой Ну, настрой ничего У меня тут, оказывается, регистрация По звону Ага, отлично Поняла еще, знаешь, что, Ульяна В общем, когда спрашиваешь Надо проверять консультантов новых На верификацию На какую верификацию Подарюши регистрировать собиралась Все Тренденцию заполнила Мне пишет спонсор В общем, верификацию она не прошла Хотя я у нее Несколько раз спрашивала Прошла на верификацию Загружала фото паспорта Да Это кто? Дарья Родина Ну, просто так как у нас регистрации При активной работе Идут каждый день И они идут в цепочку То, в принципе, это не очень актуально было Когда вы замедлили регистрации И уже у вас стало их поменьше То это стало уже, как бы, заметно ощутимо А так, в принципе-то вы, когда с Надей активно работали У вас там почти каждый день шли регистрации И, соответственно, необходимости в верификации Для этого не было Ну, а здесь, да, контролируйте Ну, зарегистрировала его в братикову цепочку Там у меня уже, получается, Дима, брат Зять соблазнился на wellness И теперь вот еще один туда Мужичок Это по резюме, да? Да Ну, вот этот вот последний сейчас, Иван Он по обзвону Ну, по-хорошему, я бы тебе рекомендовала подождать Пока пройдет верификация И регистрировать Необходимости прямо сейчас регистрировать человека быстро нет Ну, Ульяна, честно говоря Боюсь, что мог бы слиться тогда А что, думаешь, так он не сольется? Ну, не знаю Сейчас я-то думаю, что я сережку все-таки там расторожаю Малый-молодой В спортзал ходит Может быть, он еще кого-то порекомендует Велмос и как бы зарегистрируется кто-то Я, честно говоря, на этом делала упор, что он все-таки приглашать будет Ну, по-хорошему, тогда нужно было организовать, допустим, со мной или с Надей планерочку Или с Надей и Сергеем Вот, чтобы пообщаться уже, чтобы более детально там на вопросы В онлайн познакомили когда на БМВ же с Сашей Челковым, с нашими мужчинами У него как-то по-другому поменялось отношение, мнение А вот он увидел по-другому уже бизнес То есть, чтобы, ну, как-то осознание у человека уже постепенно происходило В любом случае, познакомить с командой То есть, ну, и задай вопрос конкретно в лоб То есть, тебе деньги-то нужны Давай общаться, давай разговаривать Давай я тебя познакомлю с директором Вот, что-то нужно делать Начинай что-то делать И уже руководишь, даешь задания Я так и думаю, что так и должна начать действовать Ну да, что ждать Ты пока ждать будешь чего-то Что они созреют, они не созреют, возможно Вот, то есть, либо, ну, как бы не ждать вообще совсем уже Не ожидать, да, а просто искать вообще новых Либо тех людей, которых вы набираете Вы их прорабатываете просто более конкретно Более конкретно это означает конкретное задание Это означает познакомиться с спонсором Влить в систему обучения Это означает каждый дневный контроль И спрашиваешь, что ты сделал Что ты посмотрел, на вот это посмотри Что ты из этого понял Вот это посмотри, даешь там базовых Ну, вот, в принципе, по шагам Вот, вот тебе сегодня вот это посмотреть Завтра вот это давай обсуждать Потому что за неделю человек максимум Прошел базовое обучение Можно вообще за день-два пройти, все Вот, при интересе человека Если человек реально хочет И как бы ему интересно А если не интересно, то вообще, что за него держаться Искать следующий вопрос, то надо, и все Ну, вот с этим у меня получается Как-то небольшое такое затруднение Такие в том плане, что Вот конкретно С Дарьей, с Саханской, с Новиковой То есть все Начала, говорю, так, девчонки Пишем список мечт Определяем, сколько нужно для этого денег Что для этого нужно сделать Все это разберем, обсудим То есть не все это так страшно Потом список знакомых Дарья скинула прям ссылки на два вебинара Которые должны были быть Она так и не зашла ничего Все А вот там то, а там все Это десятое Ну все Новикова там тоже типа Ой, нет, у меня не получится Ну, Саханская еще о чем-то типа мечтает Все Это твои знакомые или по объявлениям которые? Дарья это как бы получается Ну как родственница, не родственница Это Племянница Жены-брата Как это, не знаю Просто смотри, момент Они Вот ты даешь задание Пишите мечты, да Они не понимают необходимость этого задания Они не будут его делать Нет, нет Я объясняю, зачем это надо Я объясняю, зачем это надо Да не надо объяснять Человека нужно вывести на это То есть тут немножко другое Не то чтобы объяснять То есть ты вот в этой теме выступаешь как тренер Твоя задача не объяснить, зачем надо А именно побудить человека Чтобы он сам сделал выводы для себя Зачем ему это надо Вот скорее так, наверное Потому что когда ты вот здесь выступаешь Как задание дал, объяснил зачем Они все равно как-то это самое Не все То есть если у тебя получается Старайся, да Во всяком случае к этому прийти А в объяснении Чтобы ты именно побудила Чтобы человек на эту стронку Ну скажем так Уже встал, да На эти рельсы И чтобы у него этот процесс пошел Тогда он у него пойдет дальше Ну а если людям не надо Так как бы не надо Не увидели масштабности Не увидели серьезности А не полную презентацию А не полную презентацию Ну а чтобы ее увидеть Нужно хотя бы, понимаешь, окунуться в это Хотя бы немножко нос засунуть А не презентацию полную посмотрели? Да Посмотрели Вот эти трое все посмотрели Полную презентацию Плюс я скидывала Твои записи вебинаров Успешный старт А про машины ролики скидывала? Про машины, про банкеты, про конференцию? Про машины, про банкеты нет Я уж пыталась их разбудить Даже роликом вот этот Миллионер в сетевом маркетинге То есть, ну вот меня честно Это для взрослых более мужчин А людей, которые уже состоялись немножко Ну я тебе скажу, что Саханская Новикова Они как бы не девочки уже, да Ну ладно, да, чтоб он там особо Ну как бы мог не задеть Ребенок еще, сколько ей, 20 вот То есть, это для более уже таких вот Как бы уверенных людей Которые чуть это В теле уже В себе Чуть-чуть как бы Ну как, не то чтобы состоялись, да Состоявшись С Саханской, с Маринкой, с Новиковой Как бы долго разговаривали В том плане, что Понимают, что если ничего не делать Ничего не пытаться изменить Ничего не изменится Так и будут они ходить на свою работу И оба бухгалтера максимум Где еще одно предприятие они возьмут Все, больше как бы, ну вариантов нету Здесь надо показывать Смотри, здесь нет у людей Видения будущего, перспективы И они вообще не знают, как можно жить То есть, в данном случае Тебе мотивационная система рекрутирования В помощь Бухтиярова В данном случае можно скинуть пару роликов Вот, как сейчас банкеты проходят, конференции То есть, конференции, ролики Какие-то с банкетов Путешествия Просто образ жизни именно Да, то есть, скидывать именно там Себя на страничках выложить А тем временем наши топы там Отдыхают там Образ жизни может быть разный То есть, вот именно на этих людей Можно попробовать повлиять вот так И здесь машины То есть, можно Я недавно залила ролик про машины За что дарят машины в Арифлейм Да? Ой, я видела Вот, его скинут Только ребята, видно, его сбросили Ну, с канала лучше с нашего сбрасывать Чтобы не уходили люди Не это самое, на чужие каналы Ну, я никому его еще не сбрасывала То есть, я сама просто на Ютубе смотрела Он меня всплыл, видимо, по запросу Ну, вот в нашей группе ВКонтакте Большей частью я все только со своего канала беру Так что зашла в группу ВКонтакте Увидела там что-то интересного Раз себе перепост сделала Раз себе залила Если где-то другой нашла ролик интересный Которого у меня нет Ты мне скинь, я перезалью Вот, чтобы просто не было ухода на другой канал На всякий случай Вот И что-то вот такое вот Что образ жизни может быть разный Может быть Можно это самое Сидеть на работе с утра до ночи А у кого-то, да У кого-то новая машина У кого-то новое платье У кого-то новые рестораны постоянно Новые афоны и так далее То есть, вот этим ты можешь их зацепить Это нужно, это просто техника Элементарно нужно поднять мотивацию Да, то есть Ну, градусник мотивации Бухтиярова Вот градусник еще раз Перечитай, пересмотри Если ты их все-таки хочешь зацепить То вот такие вот Ну, просто я рекомендую На своей страничке Что-то вот такое вот выкладывать Ну, и периодически там пришли На вот это вот посмотри Особо времени на них много Нет смысла Как потратить наши задачи На эти тех, кто горит Кто действительно хочет У кого глаза Ну, как бы горят А для этого, в принципе Я думаю, что у вас У самих должны быть понимания цели А то получается, что У вас вроде желание есть А, да, деньги нужны Потом, когда будут Разберусь на что потратить А у тебя конкретные цели есть В этом году Чего ты хочешь достигнуть И купить себе Да, я хочу уйти с этой работы Для этого мне нужно Как минимум Утвердиться Изначально просто Хотя бы в директоре Потому что уже Скажем, это перекрывает Мою зарплату Вот Ну, естественно Дальше-то двигаться надо Потому что ремонт Нужно делать Как минимум На это тоже много денег надо Это тебя вдохновляет Такие мечты? Ну, надейственно Ульяна, если бы ты видела Мою Квартиру Нет, я тебе конкретно Вопрос задаю Тебя вдохновляют Эти мечты? Очень вдохновляют Ну, уже хорошо Потому что мечта Должна вдохновлять Ты должна ею Как бы жить Потому что это даже Уже не просто Вдохновление Это необходимость Понимаешь? Это необходимость Которая действительно Нужно уже Сдвигать Смертной точки Я понимаю Что просто работаю На своей работе Я не заработаю Денег на ремонт Так что на своей работе Я зарабатываю Только вот Ну, необходимый минимум Скажем так На поесть Попить Все Уже просто С этой зарплаты Ничего не можешь себе позволить Это самое Меня это очень вдохновляет Я понимаю Что здесь у меня Скажем Доходы директора Это не пределы Это Ну, быстро Как бы привыкаешь Когда доход повышается Не сильно Скажем Там на 5-10 тысяч Это буквально Пару месяцев И все Этого становится Опять-таки мало Поэтому Нужны Крупные Капитально-материальные Вложения У меня это очень Вдохновляет Это просто Ну, как бы Действительно уже Не мечта А цель Ну, хорошо Тогда Активнее еще тех Кто активничает У кого есть тоже Конкретные такие цели Просто иногда Чуть-чуть Да, с человеком Нужно все-таки Поговорить по душам И объяснить Что у него тоже Могут такие цели появиться Ведь ты когда пришла В Reflame У тебя же не было таких целей Тебя здесь подняли Правильно? То есть у тебя Они появились Нет Как бы цели Они были Просто Скажем Не было возможности Да Я вот искала Какую-то Думала Подработку Туда-сюда То есть Получается Чтобы Получался Более достойный доход С этой работы Нужно было уходить В неизвестность Это естественно Тоже Как бы Уже В моем возрасте Я реально понимаю Что это Ну, риски Да А здесь Как бы Я понимаю Что Это все реально Я-то знаю Что это все реально Я-то на вас тоже смотрю Вот сережка А сережка Давала посмотреть? Нет Еще ничего не давала Еще ничего не видела Он только вот Чисто новеллу Посмотри Я закинулась В это самое В группу Буквально на днях Хафизовых Как строить бизнес На wellness Не продавая Ага Посмотри ее Возможно Она как презентация Сгодится Как раз таки И как сама Идея вообще Вот Потому как Может пойти Посмотри сама Если это сгодится Дашь прям Вот ее Вместо презентации Ага Вот То есть Ну я думаю Презентация тоже Не помешает Ну тоже не помешает Просто здесь Как бы по wellness Изначально То есть Если люди у тебя Пока не настроены Бизнес строить Как бы презентацию Они могут Мимо ушей пропустить Скажем так А здесь уже Продукт их заинтересовал И через продукт Выводить на бизнес Как раз таки Идея им может понравиться Ага Вот То есть Как бы Человек Ты понимаешь Человек который Не рассматривает Возможность зарабатывать Он презентацию Не будет смотреть Ну или как бы Ну так Вероятность конечно Хотя то что это теплый рынок То что это родня Как бы здесь конечно Больше шансов Ну вот То есть Ну я сейчас Как бы Надо думать Все таки Сережка он такой Тот еще помышляет О втором образовании Ну любит человек учиться Любит Ну вот скажи Пускай вот Что здесь проучиться Получится нужно Чтобы стать Я думаю Что нужно По душам На эту тему Поговорить Потому что То что там Жена Как бы Его племянница Моя И Лариска Ну они Вот последний раз Даже ездила Я понимаю Что как бы Нету Понимания Что это действительно Бизнес Что это может Приносить доход И это не продажа Ну вот Скиньте Скинь сначала Короткий этот ролик Что Вольво Прям ватсап же Можно скинуть Сейчас у всех Интернет есть А вот Ватсапе он посмотрит Он же короткий Что Вольво Дают не за продажи Вот Тут я думаю Что хочешь не хочешь Уже по другому Посмотрят человек Как это у нас Вольво дают Еще на Вольво Можно заработать То есть Уже Интерес какой-то Возникнет Вот А потом Я тебе просто Знаешь Что единственное Советую Ну вот Замедляйте Выход У тебя прям На каждый день Должна быть цель Добить Ну как это уже Своих Да Вот Уже по-любому Слишком медленно Уходит время И все Можно быстрее Должен план Будет Так Сегодня мы с тобой Созваниваемся Делаем это Завтра мы с тобой Делаем это Послезавтра ты смотришь это Потом мы с тобой встречаемся И у тебя Ну за неделю Уже должны быть Они проработаны А у тебя оно тянется Растягивается Очень надолго Вот Не жди Это план твоей работы Ты понимаешь Не растягивай его На месяца Просто у тебя Должно быть сформировано Твой план Твоя задача Тем более Если ты видишь В этих людях Потенциал Вот Соответственно В первую очередь Нужно их проработать Это же не сложно Ему скинуть ролик Позвонить Сказать Так Сегодня смотри ролик Ну все Вот честно Я например Потенциал вижу Потому что все-таки И общительный человек И молодой человек Да И такой Он достаточно Скажем продвинутый И амбиции есть И Не знаю Как бы я вот На мой взгляд Да Так это вообще Для него Главное Вот как-то До него Это все Мне донести Правильно Делать даже Не в том Правильно А берешь Вот сейчас Себе задачу У тебя каждый день Должна быть Сегодня Значит Ты ему отправляешь Вот этот ролик Звонишь и говоришь Я тебе ролик скинула Посмотри сегодня Посмотришь Мне звоним И мы с тобой Обсудим Не бойся командовать Давать конкретные Человеку Обозначенные В сроках Задачи Просто конкретно Говоришь Я от тебя не отстану Мне нужны бизнес-партнеры Я вижу здесь смысл У меня есть цель Уволиться с работы К концу года У меня есть цель Сделать ремонт Ты мне будешь помогать Будешь Куда денешься Так что давай ролик смотри Я от тебя не отстану Пока ты не поймешь Этот бизнес А когда ты поймешь Ты уже сам от меня Не отстанешь Вот Звонишь Смотришь ролик сегодня После работы Мне звонишь там Ну к примеру Так да То есть не бойся Ты построить Как бы да Сказать вот Нет сегодня Нет вот надо сегодня Вот надо сейчас На таком уровне Понимаешь Со своими Можно на таком уровне Потом ты Допустим Если начинают Говорить Отстань ты от меня Со своим Эрифлейм Ты говоришь Нет вот сначала Ты посмотри Вот это Вот это И вот это Потом мы с тобой Это обсудим А потом уже Либо я от тебя отстану Либо ты начнешь обучаться Потому что Ну как бы Это сказать Чтобы Не отсеялись Люди Им нужно дать понять Что сначала Я тебя хочу Ознакомить с информацией Да Ты такого не знаешь Это нечто Вау Это круто Да Ты просто пока Не понимаешь О чем речь Вот А потом Если ты Изучив это Скажешь Что тебе Это не надо Ну хорошо Я от тебя Отстану То есть на таком уровне Хотя у вас Я так понимаю Такого еще пока нет Никто от тебя Не бегает Как бы да То есть делать нужно быстро Пока еще никто не бегает Ну хорошо Так и не будет бегать никто Если ты четко объяснила Что к чему А потом уже Как бы Ну ладно Следующий Потому что понимаешь Получается как Что мы их уговариваем Порой слушать информацию А они ее не послушали Ну и мы потихоньку Периодически Начинаем им капать На мозги Это им надоедает Они от этого Как бы сваливают Ну кто-то не сваливает А кто-то начинает Говорить Действительно отстань от меня А здесь нужно быстро И четко Как бы да Вот изучи вот эту информацию Вот эту И вот эту Мы с тобой потом поговорим И если нет То я от тебя отстану То есть человек должен Увидеть маркетинг Ну маркетинг план Даже не сразу Да То есть и не всем надо А именно Что он может получить Благодаря этому бизнесу Немножко зная Мотивацию Амбиции своих людей Тебе будет проще Потому что Кто-то интересуется Путешествиями Кого-то надоело С утра до вечера Пахать на работе У кого-то риск сокращения Кто-то задумался О пенсии Кому-то тупо Не хватает денег А он на своей работе Не видит перспектив Да То есть кому-то нужно Чтобы работа была Еще интересная И полезная То есть зная То есть зная Вот эти вот особенности Человека Тебе будет проще Ему подсунуть Нужный ролик Ну грубо говоря Если у человека Совершенно нет желания Путешествовать И его не вдохновляет Путешествие То ему скидывать ролики Там про Майами Про всякие конференции Нет смысла Ну да А если у него Не хватает Машина Да Просто кому-то скинуть Кому-то просто про деньги Мужчин наверняка Цепляет машина Да То есть Ну не всех Да Наверное Но тем не менее Очень многих Цепляет Что Как бы нормальный Крутой автомобиль Вот И те которые Действительно Хотели бы чего-то Да У которых есть цели Их это как минимум Зацепит А как это так Тут дают машина А ну-ка Давай подробнее Вот Кто-то квартиры купил Да То есть Вот это вот Ну просто Зная мотивацию человека Находи ролик Соответствующий На соответствующую тему Вот и все И уже после этого ролика Ну вот смотри Вот как бы У нас таких Много людей Вытаскивать надо На разговор Ну это просто Надо делать быстро Не тяни это месяцами Понятно Вот и все Будет тебе к концу года Так-то директор Просто Включать надо Чтобы не только ты Начала уже Если они начнут С осознанием дела Приглашать людей Вот С пониманием Зачем они их приглашают Для чего То это гораздо быстрее Дело отвинится Вообще вот говорю У людей стереотипов Целая куча Даже вот на работе Как бы у нас Есть Работает пара Семейная Да Он такой молодой Сережка Активный Балабол Вообще То есть язык Подвешен Причем Ну не просто Как ерунду Какой-то мерит Нет Он Скажем так Какой вопрос Не спроси У него на все Есть ответ То есть Он информации Много имеет И Как бы Ну Денег не хватает В семье Как бы Я говорю Сереж Объяснила Все Что Как Почему Я таких Приколов Услышала Слушала Ну же Алексей Продал В принципе Как бы Да вот Да нифига Ты ему не объяснила Лада Смотри Вот сразу Опять же Да Ошибки Что ты ему могла Объяснить На работе Не дается Презентация На работе Презентация Дается Конкретно На рабочем месте То есть У тебя Рабочее место Это либо Скайп Либо Вы встречаетесь В кафе Отдельно И конкретно Разговариваете О бизнесе Вот прекрати Давать информацию На бегу Ничего Ты не объяснишь Человеку Вот где попало Не порть себе Ты портишь Рынок Таким Макаром Ну что Ты ему можешь Там объяснить Словила Человеку От нечего Делать Ну давай Расскажи Мне что Нибудь Он не услышит Абсолютно Ничего Вот это Одна из Таких Вот крупных Ошибок Ни в коем Случае Не давать Информацию Никакую На рабочем Месте Только Встреча Индивидуальная Либо В кафе Встречаетесь После работы Либо На скайпе Исключительно Тогда он будет готов Задавать вопросы Слушать информацию Отношение будет Другое Понимаешь Понятно Поэтому Со второго Захода Берешь его Вытаскиваешь Есть у нас Книжечка Бизнес с нуля Классная Тележникова Есть Диск ответ Тележникова Того же мнения Вот шарова Мнение Миллионера Можно дать Ему прислать Вот пришли ему По вайберу Там по ватсапу Скажи Я тебе пришлю ролик Посмотри Давай потом Встретимся В нерабочей Этой самой Обстановке Поговорим Уже по делу Я в тебе потенциал Вижу Я думаю Что ты можешь Больше Чем на этой работе Ну как бы На понт Можно взять Понимаешь Типа Как бы Да Что Я серьезно Что думаешь Я прикалываюсь Мне нужны Лидеры Ты как бы За свои 20 тысяч Здесь всю жизнь Будешь сидеть Я думаю Что мужчины Гораздо больше То есть Ну как-то Типа такого Не похвалить Чтобы у него было Ощущение Что его хвалят Что он такой Классный А наоборот Вызов Что ты Что тут Расселся На свои 20 тысяч Люди Люди Тут нормально Так зарабатывают А ты Чего А вот Чтобы был Именно вызов А вытаскиваешь Навстречу В кафе В идеале То есть Те которые У тебя там Теплые С кем Кто Особенно Ты видишь Перспективу Лучше Встречайтесь В кафе Есть же Где у вас Днем Встретятся Какие-то Кафе Да есть Конечно По-моему У нас Одни кафе И магазины Ну и отлично Торговые Центры И магазины Все Очень хорошо Вот встречаетесь Даешь Это самое Ролики Даешь Шарова Посмотреть Вот То есть На тех Кто амбициозный На мужчин Хорошо Да А потом Ну давай Встретимся Обсудим Что ты По этому поводу Думаешь Уже Как бы Ну раз Запорола Ничего страшного Можно еще раз Вот Никуда Он там Не денется От тебя Да Я домой Приеду В гости Вот Под Прилогом Понянчиться С племянницей Это ты Про кого? Про мальчика Который Это я Про этого Про зятя Скажем так Своего А Понятно Но это я тебе Сейчас говорила Про того Кто у тебя Там на работе Ты сказала Парень Полтливый Вот ему Как бы Тоже Пришли Такую И только Делай Это понимаешь Не надо набраться Не надо Не набираться Решимости Прямо сейчас Берешь Присылаешь Слушай Вот на Посмотри ролик Давай с тобой Завтра встретимся Поговорим Вот на этом уровне Понимаешь Никогда не будь А ты обозначаешь Дату Потом я от тебя Отстану Вот На этом Еще сталкиваешься Сталкиваешься С тем Что Многие Как бы Понимаешь Вот когда Начинаешь Говорить Что это Другой образ Жизни Другие люди Говорю Это Действительно Люди Которые Не Позитивные Люди Говорю Тоже Окружение Многое Значение Большое Имеет В нашей Жизни Пора Выбираться Из этого Серого Болота Ну всегда Это красивая жизнь Но типа Это не для меня Это все сказки И все такое Вот это вот Неверие Так не говори об этом Ищи Настоящую Мотивацию Людей Смотри Есть Пирамида потребностей Маслоу По ней На первом месте Идут Простые Самые Это Поесть Поспать Физиологически Вот Потом Ну Поподробнее Изучи Там Потом уже Просто Быть В социуме Да Какая-то Простейшая Работа Чтобы чисто Элементарность Денег Защита Чтобы никто Не нападал Чтобы чувствовать Себя в безопасности А потом Уже Становится Важным Какое у тебя Окружение Что ты Вообще Делаешь Потом уже Какая-то Самореализация Отдых И так далее Возникает Так вот У них Вероятно Просто еще Нет даже Ощущения Безопасности В этом мире То есть Вероятно Настолько Не хватает Денег Чтобы Потребности Своей Реализовать Что Какое там Окружение А бы себе На покушать Заработать Тебе просто Об этом Не каждый Признается Вот И здесь Нужно четко Ну все-таки Где-то Как психологи Мы это Учимся Распознавать Почитай Почитай Изучи Сейчас Запиши Пирамида Маслоу Я думаю Что ты В ютубе Найдешь Легкостью Какой-нибудь Ролик Пирамида Маслоу 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 Вот И По ней Тебе будет Проще Понимать Почему Те или иные Люди Говорят Что это Классно Здорово Но не Делают Да То есть С ними Проще Будет Коммуницировать Соответственно Нужно Удовлетворить Показать им Что они Могут Эту потребность Свою первую Удовлетворить В нормальном Стандартном Питании Говорить им Про путешествия Про карьерный Рост Какой-то Ну просто Скорее всего Бессмысленно Потому что Надо сначала Показать Что есть Работа Которую Можно Начинать Совмещая Со своей Основной Работой То есть Не надо Бросать Основную Работу Есть Перспектива То есть Ты растешь Пошагово Тебе Помогают Тебя Не кинут Это стабильно Безопасно То есть Как бы Да Понимаешь Что У них Проблема С безопасностью Нет Ощущения Безопасности Соответственно Нужно им Показать Что здесь На этой Работе В этой Команде Они Это Получат Говорит Говорит Что ты Совмещаешь Вот На это То есть Немножко Чувствуй Старайся Чувствовать Людей Их Страхи Что их Заботит Почему Они Отказывают Вот Тогда Потому что Очень многих На самом деле Ну Они Будут Бояться Что Вот Если Это Что-то Глобальное Стабильное А вдруг А мало Ли Чего Ну То же Самое Знаешь Сейчас же Можно Многим Зарабатывать Инвестирование Можно Зарабатывать Сначала На инвестирование Заработать Нужно Ну Как бы Да Но сейчас Куча курсов Когда можно С нуля Практически И без денег Много Чего Сделать Там И на банкротстве Заработать И так далее Но тоже Порой Страхи Возникают Потому что Ты не знаешь Что это Такое Вникать В это Это же Нужно Будет Работать Вкладывать Как минимум Себя Какие-то Деньги В обучение Нужно Вложить А денег Нету Например Людей Тоже Останавливает То здесь Надо показать Что рисков Никаких Не вкладываешь Ничего Не теряешь Выгоды Сразу Получаешь Уже С первого Дня Вот На этом Как бы Обрати Внимание Тогда Может быть Будет Меньше Отказов И Ну правда Люди У которых Достаточно Низкий Доход Которых Пока Не очень Все Стабильно То их Мотивировать Хорошим Окружением Ну Нет смысла Да То есть Сначала Если есть возможность Если ты их знаешь Лучше порасспрашивай А что вообще для них важно в жизни Да А что бы им хотелось То есть Какая-то мечта Можно же с друзьями об этом поговорить сначала Не предлагать им работу А завести разговор на тему мечты На тему того Чего ты хочешь Вообще А что было бы неплохо Вот вообще не говорить о бизнесе Именно встретиться с целью Такой Чтобы выявить Какие у человека потребности Вообще Трудности Чего он хотел А потом в конце сказать Ну слушай Вот есть идея Давай в следующий раз Встретимся Об этом поговорим Ну или по ситуации То есть как бы Ну когда ты хорошо знаешь Мотивы человека Его вот эти вот проблемки Тебе будет проще Ему Сограбляться Так что здесь Немного психологом работаешь Особенно когда с тёплым Ну вот Ты сбросила в РДО Вот я тогда пропустила На работе Был этот Вебинар С психотриггерами Там наверное есть Я думаю Что-то интересное На эту тему нет Нету На эту тему Честно говоря Судя по названию Думала что там Что-то и есть Вот на эту тему Нет это тебе Бухтияров Мотивационное рекрутирование Вот И Пирамида Маслоу Почитай вот это Вот изучи Так еще у меня такие Вопросы Ульян К субботе Да мы там на Гире Договаривались Сделать Там мы делаем Гиру Коротенькую презентацию Да Пятиминутную То есть это Грубо говоря То что у меня есть Но ее сократить Переработать Да А вот эту Большую Часовую Когда нам нужно сделать Ну по хорошему Боевую сделать Но за месяц Уже чтобы сделать Я хочу в феврале Запустить Ну то есть К концу Января К февралю Чтобы она была Ну с учетом того Что я улетаю То есть Как бы да Вот Очень здорово будет Если вы сами Это все сделаете Вот То есть в принципе Для того чтобы Выучить эту презентацию Чуть-чуть Дорабатывать нужно Чуть-чуть Менять тексты Потому что я посмотрела Во-первых Она на 21% Еще сделала 22% То есть как бы Тут новое Скажем так Данное Кое-какие фразы Да То есть сейчас Юля перепечатает ее Это самые тексты Некоторых мест Их нужно будет туда Довставить Добавить Если мы это успеем Сделать до моего отъезда Чтобы я дала текст Вообще замечательно Вот Слайды Ну Все равно Надо же как-то По-разному ее делать Чтобы не слово в слово Ты знаешь Не факт Потому что Когда идет Слово в слово Идет дубликация То есть Ответить на вопросы Индивидуально Пообщаться Это уже всегда Будет индивидуально А если презентация Идет слово в слово То другим людям Послушать раз-два-три И запомнить И начать ее повторять Гораздо проще Чем когда они Слышат нечто разное Когда люди Слышат разную презентацию Каждый день Они Ой Вот я так не смогу У меня нет Столько в голове информации А когда новичок пришел Он каждый день Три дня подряд Услышал одно и то же Он понимает Что блин Вот все в принципе Просто Да Моя задача Теперь уже Научиться звать людей Люди пошли Они понимают Что все просто Мне просто нужно Ее выучить и делать Вот это принцип Полежаева был Что он как бы Дупликация Повторение Честно говоря Мне вот Я на несколько Допустим Успешных стартов Вебинаров ходила Чтобы в голове Все это легло Информация Всегда была Как бы Вроде об одном и том же Но всегда разная И честно говоря Когда попадались Одинаковые там Фразы Как-то вот слова Вот эти все Ну у меня Честно говоря Как-то падал Немножко Интересно В том плане Ой я это уже Слышала Как-то вот Ну это наверное Да Смотри На презентацию Первый раз Попадает человек Который еще не слышал Который первый раз Пришел Наша задача Здесь его Заинтересовать Показать ему Преимущества Если человек Попадает на презентацию Дальше Значит он уже Либо Ну чуть-чуть Допонять Остальное Да То есть еще раз Чтобы все Разложилось По полочкам Либо он уже Зовет людей И для него Эта презентация Уже как тренинг Становится То есть он на нем Обучается У нас нет задачи Кучу информации Дать много У нас задача Чтобы человек Сегодня пришел Услышал Понял Завтра пригласил Людей А послезавтра Начал уже сам Для своих людей Проводить презентации Чем быстрее По этой схеме Он сработает Тем лучше Поэтому здесь Ему нужно Объяснить Для чего Он пойдет Во второй раз На эту презентацию Для чего На третий раз Нужно объяснить Что ты уже В принципе За неделю Можешь выйти Сам на самостоятельную работу И уже начать Своих людей Регистрировать Самостоятельно Проводя для них Свои собственные Встречи И тогда Твой бизнес Будет быстрее Развиваться Чем Ну как бы Пока ты еще Ничего не делаешь Сам В любом случае Твои собственные действия Человек который Правильно понял Именно бизнес Что он пришел В бизнес делать Он поймет Что ему нефиг На презентации Ходить постоянно Ему нужно Теперь звать людей И научиться Эту презентацию Самодавать Что это не с целью Я видите Я же вам особо Не анонсирую Это вебинары Чтобы вы ходили На все вебинары То есть На них На всех Действительно Много Разной информации Мозги разбегаются И Ну что-то Интересное Нужно конечно Лидеров нужно Слушать Вчера Интересный Вебинар Настя Небольшой Дала Но прям так Как раз Такие Ключевые точки Сказала То есть Это вот Лидеров Какие-то Лидерские Вебинары Я говорю Сюда По рекрутингу Там Успешный Старт Сходили Один раз По продажам Это достаточно А дальше Ходите уже На лидерские Чтобы мозги Воспитывать Там будет Что-то новое А на вебинарах По рекрутингу На презентации Что вы новое Услышите Сидеть Удивляться Что Ой А вот этот лидер Дал такую презентацию А я ее еще Не слышала А вот он Сказал вот так Вот А я такого Вообще не говорю Да То есть Как бы Ну Это не имеет смысла Вот Поэтому здесь Я Что-то Как-то Вот сейчас Склоняюсь К тому Что мы За февраль Сейчас откатаем Презентацию И возьмем Каждый По одному Дню Вот И у нас Будет Каждодневная Презентация На которую Мы будем Звать людей То есть Она скорее всего Будет Одинаковая Вот Просто С уклоном Немножко То есть Сделаем Что Будет Своя История Например Там По потребностям И по возрасту Да Вот у тебя Какой возраст Получается Сорок три Сорок три Да То есть На возраст Сорок три У тебя Какая Мотивация Уволится С работы Там Заработать Ну можно В принципе Вот вас Юли Или Юля уже будет Ближе Сегмент Пенсии Брать Ты там Ну как-то Вот это Разграничим Чуть-чуть Потребности Разные Потому что Например У нас У нас Есть Люди Которые Ближе К пенсии Которые Я не смогу Пригласить На презентацию Сказать Завод Женщина Будет Давать Она Как бы Тоже Примерно Такого Возраста Тоже Где Музработники То есть Это Вообще Как бы Диаметрально Противоположно Для меня Были Люди Да И вот То есть Ну если Она Смогла Почему Я не Смогу То есть Как бы Даже Здесь Не Мотивация Пенсии Какой-то А вот Именно Как-то Вот так На этой Нотке Где-то Сыграл На этой Струнке То есть Тут Даже Знаешь Я по себе Сужу Не Всегда Угадаешь Что Конкретно Тебя Зацепит Иногда Вот Вызов Иногда То есть Как бы Человек Свой Пример Рассказывает И Вот Это Цепляет А в голове У меня Как бы Кого-то Еще Не уложилось Как бы Что Конкретно Меня Вот Один раз Меня Вот это Зацепило Другой раз Вот это Меня Зацепило Там Где-то Смотивировало На дальнейшие Действия В себя Как барон Менхаузен Вытащить За волосы Из болота Ну Изначально Я так Поняла У тебя Все-таки Давай Отталкиваться От цели Если У тебя Не от того Что Смотивировало У нас В разные Моменты Будут Это очень здорово На самом деле Что цель Не одна Да Что Как бы Начинает Хотеться Многого Но Вот Ближайшая Твоя цель Как ты говоришь Сейчас Именно ради Чего Ты вкладываешься Это Чтобы уволиться С работы Чтобы сделать Ремонт Да То есть Соответственно Вот как бы Это примерно Ты сейчас так сказала В одну строчку Это уволиться С работы Чтобы сделать Ремонт То есть Вещи Как бы Знаешь Такие Вообще Несовместимые Не Я говорю Это уволиться С работы Чтобы сделать Ремонт Нужно уволиться С работы То есть Лишиться Дохода Якобы Интересно Получается Иногда Фразы Складываются То есть Вот такая Мотивация Что Была Изначально Такая Потом Появилась Хотелось бы Чтобы у тебя Еще появилась Мотивация К чему Дальше Идти Это Получается Уйти От Работы Сделать Ремонт Это Хорошо А еще Что ты Хочешь В этой Жизни Навстреч Предпринимателей Менеджеров Всем быть 18 Чтобы было 18 Делай Будем Стараться Я так Думаю Что Надо Уже Не 18 Постараться Все-таки Как-то А 22 К Юлю Да Я тоже Так Думаю Что Весь Потенциал Есть Уже Как бы Просто Шустрее Не Жди Вот Сейчас Твоя Задача Научиться Себя Организовывать Не ждать Когда там Кто-то Чего-то И потом А просыпаешься С мыслями Что Вот Мне нужно Сейчас Вот это Вот это Вот это Тебе Уже Есть Люди Которых Конкретно Нужно Отработать Вот Твоя Задача Их Отработать Как Можно Быстрее Тогда Они Будут Запускаться В процесс Понимаешь Если Это Растягивать Надолго То Оно Будет Ну Оно Теряется Во Времени А Твоя Задача Запускать Людей В процесс Быстрее И С момента Первого Контакта Знакомства То есть Это Менее Травматично Будет Даже Если Человек Не Заинтересовался Не Зацепился То Должна Быть Полностью 100% Поставить Галочки Что Я Приложила Все Усилия Что У него Действительно Нет Мотивации Я С Этим Вот Что Я На Почту Тебя Переписку Сбрасывала То есть Когда Он Присыл Мне Это Письмо У меня Сначала Даже Говоря Не Было Желания Отвечать С Надюшей Поговорили Она Говорит Нет Ладно Ты Должна Отработать Возражение Это Работать С Возражение Ты Должна Это Сделать Я Понимаю Что Сегодня У меня Больше Эмоций А На Следующий День Я Встала И У меня Все Трен Трен Фразы Все Сложились И Я Написала Вдогонку Честно Говоря Больше Ничего Не Хочется Если Он Ответил На Это Письмо Что То Правильно Это Уже Забыли Слушай Это Уже Поставили Крести Я Сейчас Не Про Него Я Сейчас Про Тех Кто Перед Тобой В поиске Кто Рассматривает Варианты Кто Живой С кем Можно И Нужно Общаться Я Сейчас Про Твою Родню Которая У тебя Есть Рядом И Чем Ты Заинтересована Тебе Нужно Их Правильно Отработать В первую Очередь Дать Им Шквал Пускай Это Будет Шквал Но За Два Три Дня Чтобы Они У тебя Посмотрели Все Что Надо И Что Думать Время Идет Не Поработаешь Ну Значит Это Самое То У тебя В Болгарию Сейчас Все Могут Еще Включиться Со Следующего Каталога Будет По Кушкам Еще Критерии Сейчас Можно Набрать Мощность Чтобы Кушки Ну Как Был На Старшего Менеджера Все Равно Кушки Нужны Был Да Ой Я Не Знаю Будут Точные Условия На Следую Сем Как Были Я Обязательно Если На Директора То Нет Влад Я Не Знаю Я Не Телепат Будем Ждать Информацию Ну Ладно Посмотрим Будет Информация Во Втором Каталоге Делайте Сейчас Задел Чтобы Были Уже Кушки В Следующем Каталоге У тебя Могут Включиться Туда Все Опять Не Всех Это Мотивирует А Чего Терять Возможности Получается Мы Работаем Просто Чисто Ради Того Чтобы Поесть Поспать И Сделать Ремонт Что Ли Нет Куча Путешествий Вокруг Одна Поездка Вторая Поездка Третья Поездка Поездка Которая Сделает Умнее Которая Даст Новые Эмоции Впечатления Новые Знакомства Чего Сидеть Мимо Пропускать Надо Брать Все Надо Планировать Все Цена Вопросы Там Какие Я не Знаю 20 Тысяч А Вот И Стокгольм 25 Тысяч Съездить Скататься Ну 30 Съездить Скататься Посмотреть Стокгольм Хельсинки Завод Фабрику И так далее Встреча Предпринимателей 20 Тысяч Так у нас Такие Крутые Тренеры Что Чисто Один Тренинг Такого Тренера Один День Может Стоить 20 Тысяч А тут У нас Так Такая Встреча Что Это Просто За Двух Словах Не Рассказать Вот То есть Как бы Надо брать От жизни Все Наверное Давай Буду я Работать Давай Отлично Мне нравится Такое Свершение Когда пятки Горят Ну Давай Удачи Вопрос Прояснили Все Понятно Начинаем Да Давай Пока Ладно Все Давай А вы Кстати В тай Собрались Что Своим Ходом Похоже Да Без путевок А что Похоже Как-то Неуверенно Ты об этом Говоришь Да потому Что Мне зуб Вчера Позавчера Вскрыли Закрыли Это самое Лекарство Заложили А вот И я думаю То ли Мне с временной Пломбой Лететь То ли Мне чуть-чуть Отложить И Доделать Его Сейчас Вот Буду Сегодня Решать Привыкаю К этой Пломбе Но У меня Такое Ощение Что Она Чуть-чуть Потихонечку Стачивается Все-таки Не знаю С дубом Стоит Ну А что Сказали Нельзя Богу Что Этого Не сделали А то У нас Знаешь Тоже В муниципальных Клиниках Любители Как этот Цемент Мастерком Шлеп Бляс Идите Свободно Хорошо Что Как бы Видишь Правильно Подошли Я так Думаю У меня Кстати Вот Брат Семью Там С друзьями Но Они Во Вьетнам Летали Своим Ходом Ну Вполне Остались Субтитры